Мне настойчиво советовали. Посмотри этот фильм, ты не пожалеешь. Ну что же, я посмотрел этот фильм и не пожалел. Поэтому без долгих предисловий начнем наш стрелковый разбор. Момент попадания пули в бронежилет, который достоин отдельного упоминания. Как действует пуля, попадающая в бронежилет? А это зависит и от бронежилета, и от самой пули. Например, вот в этом ролике мы видели, как Андрей Кирисенко получает пули в грудь и даже не шелохнется. Но это пули медленные, слабенькие, 9 на 19. А вообще, некоторые пули имеют гораздо более мощную кинетическую энергию. И частенько пуля при попадании в грудь человека опрокидывает человека. И человек даже не понимает, что с ним происходит. Как говорится, как веслом снесли. Например, о своем реальном опыте здесь рассказывает Евгений Борисович Петрушин. С автомата попало. Под углом где-то, наверное... Если было по 90 градусов, то я не знаю, наверное, все бы закончилось. А попало где-то примерно... Ну вот так вот. С угла. Мне разворотило магазин, и мне все... Пролетело, сбило с ног. Мне показалось, что я выкинул ногу, упал на спину, перекатился. А мне сказали, товарищ капитан, вы сматерились. У всех, ребят, дульные устройства разные. У кого-то дожигатели, которые предназначены для того, чтобы несколько подавить вспышку. У кого-то глушители подавить вспышку и сделать звук выстрела менее громким. А у кого-то ДТК спортивного типа. Можно сказать в кавычках спортивного, но вот, например, вот этот ДТК, он не только не уменьшает звук выстрела, но еще делает его громче. Вспышка становится ярче. У нас поднимается пыль, если стрелять, например, у земли, либо у подоконника, у которого есть пыль. Вспышка выстрела, она мешает и самому стрелку, и показывает его позицию. Когда я служил в армии, мы ездили в Софрино на стрельбище, и там у нас были дневные стрельбы. Мы отстреливали, кстати, немного очень, по-моему, 15 патронов всего выдавалось. И ночные стрельбища, 45 патронов нам выдавалось. И мы должны были стрелять по мишеням, которые оборудованы специальным устройством. Они имитировали вспышки. То есть в полной темени на стрельбище никаких же ламп, прожекторов нет. Нету каких-то особых условий, подсвечивающих мишени. И в полной темноте мы видели только вспышки. И надо было прицеливаться по этим вспышкам и стрелять. Поэтому вспышка от выстрела – это важный момент. О, Серега, здорово! Привет, Никит. Я тут как раз твой обзор смотрю, и у меня есть тоже парочка комментариев относительно того всего. Так что, вот. Ну что же, отлично. Никита поможет нам разобраться в некоторых деталях этого фильма. По поводу вспышек нам, в принципе, нужно было, чтобы были вспышки. Нам нужно было их больше, чтобы был отцвет, для того, чтобы это было по киношному. И даже у нас там стоял дожигатель на АКСУ, и он, наоборот, давал еще большую даже вспышку. Это было хорошо. И самое главное, потому что, несмотря на то, что все вспышки можно дорисовать, вот этот вот отблеск световой – это очень важно, чтобы он был настоящий. И он как раз рисует картинку очень правильную, нужную. Вот. А то, что там стояли спортивные ДТК, ну, говорю, что было, то поставили, как бы, и наоборот, хорошо. Там в реальности, понятное дело, спортивные ДТК никто не будет использовать, ты будешь глушить своих товарищей, соседей, это вообще не вариант. Вообще, молодцы ребята из Battlestate Game, и они показали задержку на оружие, и неспроста. Ну, во-первых, в самой игре хорошо проработаны задержки совершенно разных типов. И это и печная труба, не накол капсуля, и другие задержки. Прямо сделана анимация, и все это встречается в игре. Но вместе с тем, показана задержка на пистолете Ерыгина. А пистолет Ерыгина – это очень хороший пистолет. Но, к сожалению, при его изготовлении допускаются разного рода технические браки, и нарушение технологии производства. И пистолеты действительно частенько давали задержку. Здесь это обыграно. Конечно, я не думаю, что они кого-то хотели этим пнуть, но, скорее, показали реальность жизни. Вот такой вот забавный эпизод. Действительно, на пистолете Ерыгина задержки чаще, чем обычно. Вот в этом моменте слышим определенный звук. Я почти в каждом стрелковом разборе, так или иначе, затрагиваю дульное устройство. Так вот, здесь понятно, что дульное устройство подавляет звук выстрела. Но чаще всего думается, что это какой-то калибр типа 7,62х39 с тяжелой пулей для звуковой патрон. И кто-то говорил в комментариях, что под 5,45 даже и не бывает никогда дозвуковых патронов. Ну, во-первых, бывает. Например, в одном из роликов «Лазарев Тактикл» мы видим дозвуковой патрон. Правда, там приходится после каждого выстрела передергивать затвор вручную. Потому что энергии, газов не хватает для того, чтобы осуществить цикл перезарядки в нормальном режиме. Но вообще дозвуковой патрон под калибр 5,45 существует уже с давних пор. Еще ведет свое начало с 70-х годов прошлого века. Ну и вообще должен сказать, что такое дозвуковый патрон. Вообще-то преодоление звукового барьера сопровождается треском, хлопком, щелчком. И если наша пуля летит ниже скорости звука, то она не преодолевает этот барьер. Как говорится, не рвет ткань пространства. И она позволяет с гораздо меньшим шумом выполнять выстрел. Если ваша пуля сверхзвуковая, то есть около 330 метров в секунду вообще на уровне моря, с обычной нормальной плотностью атмосферы, это такая скорость. Но скорость звука в разных средах она разная, но в целом будем считать, что 330 метров в секунду. Так вот, если подобрать специальный патрон с пулей дозвуковой, медленной, то и звук выстрела вообще будет меньше. Даже без всякого глушителя. А если вы еще добавите глушитель, то звук вообще будет достаточно тихий. Иногда даже с расстояния 50 метров непонятно откуда ведется стрельба. А некоторые патроны вообще позволяют стрелять практически беззвучно, прям как в кино. Этот фильм сделан с целью популяризировать игру. И он снят как большущая, такая красивая, яркая перестрелка на тему игры «Побег из Таркова». В самом начале мы видим, как мародер обыскивает тело бойца на предмет всяких ништяков. Как говорится, лутает. И я бы, может быть, и обсуждал эту тему, как там на открытой местности или под прикрытием надо делать. Но я зарекаюсь говорить о тактике и ограничусь только стрелковкой. Оружием, баллистикой и подобными вещами. Некоторые стрелки используют калибр 5.45, но большинство стрелков используют калибр 7.62. Более тяжелая пуля. И какая пуля лучше, какая хуже, я уже вам говорил в прошлом ролике, 5.45 лучше. Вообще, любят у нас люди спорить, у них свои мнения есть. Я выражу только свое сугубо личное мнение, вы можете с ним согласиться или нет. Комментарии вам в помощь. Так вот, почему 5.45 калибр лучше? Многие страны перешли с более тяжелого калибра на более легкий калибр. В том числе и США, и в свое время Советский Союз, и ряд других стран. И сделано это было не просто так. Нет, отнюдь, калибр 7.62х39 прекрасный калибр. И натовские калибры в 7-ке, и 7-ка 7.62х39 тоже очень хороший патрон. И им всегда найдется свое место. Вообще, для стрелка, особенно в условиях, когда нет доступа к магазину, или к какой-то базе, или к какому-то складу, где ты возьмешь кучу патронов в любой момент, очень важно, сколько патронов ты возьмешь с собой. Более тяжелых патронов ты по определению возьмешь меньше, чем более легких. Поэтому, во-первых, ты можешь унести с собой больше. Во-вторых, стрелять на дальние расстояния проще легким патронам. Пуля калибра 5.45 имеет более настильную траекторию. Что такое более настильная траектория? Это значит, ваша пулька, вылетев из канала ствола, будет лететь по прямой дольше и падать позже. Особенно по движущимся объектам легче стрелять пулей с настильной траекторией. Здесь ребята выбрали разные калибры. И это не очень хорошо в том плане, что если у одного закончатся патроны, то ему нельзя будет использовать на своем оружии магазин своего товарища. А вот здесь обратите внимание на интересное движение коленом. Знаете, что он сделал? Он сложил сошки. Есть специальная рукоятка, у которой есть встроенные сошки. Нажимаешь на кнопочку, сошки появились. Довольно удобная штука. Производится разными компаниями, например, Fab Defense или DLJ или некоторыми другими компаниями. Если зайти на Алиэкспресс, то наверняка еще какие-то китайские копии есть. Так вот, такое устройство, которое позволяет, с одной стороны, иметь переднюю рукоятку для контроля ведения огня, скажем, на ходу или в каких-то условиях, когда у вас завешено цевьё. Но если вам нужно пострелять с упора, например, опереть на подоконник, а стрельба с упора, она по определению более стабильная, можно более точные выстрелы выполнять. Так вот, нажимаешь на кнопочку, сошки выдвигаются. И задвигаются они либо ручками, либо вот так вот коленом, как наш герой. Вот здесь я обратил внимание на коллиматорный прицел. В гражданской версии он называется Валдай, а в армейской версии, в системе вооружения и экипировки Ратнику, он называется 1P87. У него вот такой индекс. По сути, это коллиматорный прицел, который, наверное, за вдохновение брал EOTEC. Это прицел американской компании, который производит их для нужд, в том числе армии США. Так вот, я пользовался таким прицелом и в военной, и в гражданской версиях. И в целом, нормальный, конечно, прицел, особенно если сравнивать его со всякими там Кобрами и другими. Имели огромное количество косяков и батарейка, у которых не жила. Здесь все гораздо лучше в этом плане. Они более устойчивы к ударам, более устойчивы к всяким тяжелым погодным условиям. Но лично у меня к нему было три претензии. Первая претензия. Его линзы выступали и были на одном уровне с защитой, и тем самым они были подвержены царапанию. Иногда приходится много носить на себе без всяких чехлов. Он трется об одежду, зацепляется за всякие фастексы, зацепляется за разные элементы. И в конце концов, и в военном варианте, я это видел своими глазами, он был весь исцарапанный. И в том числе там напыление на стекле царапалось. И это было не здорово. Второй момент, который мне не нравится в этом прицеле, он достаточно тяжелый. Третье, по эргономике, мне показалось, что его можно было сделать поглажу, чтобы он не зацеплялся за элементы одежды. В частности, крепежный винт слева с набалдажником. Да, удобно его крутить, конечно, но когда носишь на себе, особенно для правши, если оружие прикладывать к себе левой стороной, то он как раз находится в контакте с телом. А если у вас разгрузочный жилет, или одежда, или карман, он легко за это зацепляется. Вообще, в целом, для отечественной оптики это шаг вперед, но без недостатков, к сожалению, не обошлось. Но у большинства героев прицелы и отек. Мы любители поспорить, и я не против, когда со мной спорят, особенно если спорят аргументированно. И иногда я вообще соглашаюсь с другим мнением и меняю свое собственное мнение. Если логика возражений понятная и приводятся хорошие аргументы. Тем не менее, есть отсылка к тому, что основной режим ведения огня на автомате Калашникова это автоматический. А это обосновывается так, что так написано в наставлении. В наставлении много чего написано. Наставление может ошибаться. Наставление пишут люди. И есть реальная жизнь. Автоматический огонь ни в коем случае не отменяется. Автоматический огонь просто необходим для военного оружия. Автоматический огонь дает огромные преимущества в определенных условиях. Но если предположить, что люди будут стрелять очередями и одной непрерывной очередью, то они потратят свои патроны очень и очень быстро. Поэтому одиночный режим огня он более часто встречается на практике. По крайней мере, я это вижу своими глазами. Одиночный огонь это более частое явление, чем стрельба, особенно длинными очередями. Одно другое не отменяет. Но если говорить о терминологии, давайте скажем, что автоматический огонь он основной. А стрельба одиночными, быстрыми, вот так. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Это особенно основной. Я надеюсь, мы сговоримся на этом. Если нет, пишите. Вот здесь я скажу, конечно, что не канон, когда стрелок моргает. Если человек привык к стрельбе, то он не моргает от стрельбы. И его вспышка выстрела и звук не пугает. Тем более, почти у всех у них надеты на голове наушники, которые помогают стрелять более комфортно. Джеки Чан говорил, что, например, на съемках своих фильмов он производил вначале несколько выстрелов, чтобы привыкнуть. А потом стрелял без моргания. И Джеки Чан, мастер боевых искусств, учитывал этот момент в своих фильмах, чтобы не моргать и не выглядеть дилетантов. Кстати, если вы думаете, что Джеки Чан был божьим одуванчиком и берег людей, или что в его фильмах нет оружия, ну-ну. Нет, он народ стрелял похлеще любого Джона Вика в свое время. Посмотрите, какие зверские сцены. Какой безжалостный киллер. Я думаю, можно спокойно сделать стрелковый разбор на одни только его фильмы и оценить, насколько реалистично он использует оружие. Если посмотреть его боевики, то волосы стынут в жилах от его хладнокровной жестокости. Напишите в комментариях, кто круче, Джон Вик или Джеки Чан. Кстати, я сказал, что у всех есть наушники, но ни у кого, Никит, нет ни шлемов, ни очков. Почему, собственно, никто не носит очки и не носит шлемы? Ну, во-первых, как бы у нас там герои, у нас основные персонажи, которых необходимо как-то подсветить, чтобы не было видно их лица, там все было в этом плане хорошо. Если они будут носить все шлема, они будут все примерно одинаковые и в кадре. Поэтому намеренно мы их сделали такими, чтобы они отличались не только от других непосредственно там людей, но и в целом друг с дружкой их там тоже нельзя было спутать, чтобы четко читалось все у них, и лица там и прочее. В фильме отлично ребята работают с оружием. Конечно, это снимали не страйкболисты, вот, с основной, главный консультант, мой хороший товарищ, он вообще очень бывалый вояка, вообще боевой. Потом практически весь отряд Скифа, кроме самого Скифа, это либо действующие, либо бывшие сотрудники, или там военные люди. То есть они прекрасно над всем разбирались, и с ними было очень хорошо, удобно работать, потому что они, у них база уже была на работное передвижение, обращение с оружием и прочее. Персонажи непосредственно главные, именно сам Скиф и Майкл, это актеры. Вот, их приходилось обучать, они ходили на тренировки, обучались правильному передвижению и прочее, прочее, прочее. С ними было посложнее. Вот, в остальном, массовка Юсеки, это все тоже одна большая команда. Вот, они там все, так или иначе, задействованы были, или на данный момент, на тот момент были задействованы в каких-то военных там, или каких-то силовых структурах, поэтому они прекрасно разбирались и делали все как надо. И делают они очень классно. И не только перемещаются, но и мои любимые манипуляции. Скидывание, вкладка, работа с предохранителем и перезаряжание оружия. Вот здесь перезаряжание оружия сделано очень хорошо, и бывают два варианта. Я как-то участвовал в соревнованиях армейской тактической стрельбы и сбрасывал по привычке магазины на землю. И за это получал штраф. Вполне логично, вполне оправданно. Магазинов не напасешься, надо магазины сберегать. Но есть случай, когда магазины не то, что можно сбрасывать на землю, а необходимо сбрасывать на землю в той обстановке, когда в вас стреляют. И если вы просто не успеете быстро перезарядиться, то вас застрелят. Потому что угроза вот она. Человек в вас целится. Или человек в вас уже стреляет. И когда вы перезарядитесь, когда вы начнете стрелять, определит, будете вы жить или нет. Поэтому потерянный магазин это лучше, чем потерянная жизнь. И, кстати, да, сохраняя магазины, их лучше всего скидывать специальный отдельный подсумок. Там по-разному они называются. Ну вот, назовем его сбросом. Туда скидываешь и сохраняешь. И лучше не пихать его обратно, смешивая с заряженными магазинами. Потому что может статься так, что вы вытащите магазин, а в нем нет патронов. А вы можете даже этого не заметить. Кстати, знали ли вы, что магазин с патронами и без патронов заряжается по-разному. Поэтому, когда вы осуществляете холощение, то есть холостую тренировку, имитируя перезарядку, тренируя ее, то нужно тренироваться с магазинами, в которых есть патроны. Почему? Потому что патрон создает напряжение на пружине и вставляется тяжелее, чем магазин без патрона. А вот тут достаточно клишированный момент, когда происходит выстрел из РПГ. В нашем телеграм-канале мы обсуждали фильмы для разбора. И Сергей Самонин пишет, ракета из РПГ в первой перестрелке медленно летит. Ни разу в кино не видел ее, летящей с нормальной скоростью. Правильное замечание. Это специально было сделано. На самом деле и в падении черного ястреба тоже специально это делали медленно, чтобы показать кинематографичность. Вот она медленно летит. Это был трос, на него был натянут пиротехническое изделие, которое просто как ракета. И у нас там есть дубль, где она вот так вот сорвалась и начала вот так лететь. Вот это было прикольно. Так что да, летела она на тросике. Ну, во-первых, это красиво. Реактивный противотанковый гранатомет. А работает по пехоте. Реально это или нет? Это абсолютно реально. С одной стороны, выстрел противотанковый, он имеет кумулятивное направленное действие. И по пехоте он неэффективен. Но это не значит, что его по пехоте не применяют. Мы видим сплошь и рядом, что его действительно по пехоте применяют. И даже его небольшое количество взрывчатого вещества, около 400 грамм, достаточно, чтобы вызвать контузию у людей, находящихся рядом. И с другой стороны, он все равно образует осколки. Потому что есть достаточно много частей у самой гранаты. И есть объекты вокруг, которые тоже могут создать вот это облако из осколков. Немножко, но могут создать. Стрельба по пехоте на этом гранатомете более эффективна, когда используется боеприпас осколочный. Специальный боеприпас. Он имеет другую форму. И он образует очень плотное облако из осколков. И действительно используется против живой силы противника. Это, конечно, кино. Но мы видим, что происходят контрольные выстрелы. В летние 90-е мы узнали слово такое, контрольный выстрел. А в наше время с распространением интернета и огромного количества разных камер, люди снимают на телефоны. Мы видим это с камер наблюдения. И довольно неприятные часто моменты. Мы видим применение оружия против живых людей в разных ситуациях. Ну, например, расстрел в Новой Зеландии транслировался прямо в Фейсбуке, в прямую. Или мы видим преступление с камер наружного наблюдения. Скажу честно, я такие видео не люблю. Меня от них воротит. Но мы все свидетели таких роликов. Мы все видим, как оно происходит в реальности. И те же расстрелы во Франции, и те же расстрелы в Новой Зеландии, и картельные видео, которые мы видим из Мексики или из Бразилии. Мы видим, как там добивают раненых или добивают лежащих. Не важно, ранен он или не ранен. И следующее заходящее воспринимает как возможную угрозу. И высаживает туда целыми магазинами. Поэтому, наверное, хороший вывод, который мы можем это сделать, не дай бог, что это нам пригодится. Но притворяться мертвым вот в такой обстановке во время подобных обстоятельств наверное вредно и бесполезно. Все же лучше куда-то отползти, закрыться, спрятаться, но не притворяться. И вот в этом эпизоде мы видим почему. Вот в этом моменте не понравилось положение головы снайпера. Мне кажется, актер в этом эпизоде все-таки не снайпер, не настоящий снайпер. А вот здесь неправильно целуются. В фильме показана эвакуация с поля боя. И оба момента интересных. Если в первом случае использовался трос, то во втором случае используется специальная ручка. Есть всякие тактические ништяки. Не знаю, все что угодно. Тактическая одежда, тактические ботинки и тактические, например, рюкзаки. И предусмотрено, что этот рюкзак не только выполняет роль переноски всяких вещей, одежды или еды, но также с его помощью можно эвакуировать с того же поля боя. Вот за такую ручку, которая находится сверху. Но это должна быть не простая ручка, а особо прочная ручка, которая позволяет выдерживать большие нагрузки, которую не оторвешь, даже несмотря на большую массу человека. И как минимум, они должны выдерживать 200 килограммов нагрузки. При этом, эта нагрузка не ограничена 200 килограммами, может быть и больше. Но, во-первых, человек средний весит 80 килограммов, мужчина крупный достаточно. Во-вторых, на нем есть обмундирование. В-третьих, если ты его тащишь, он еще трение преодолевает и может чем-то зацепляться. Поэтому, это должна быть очень мощная ручка. И здесь это показано. Ну и, конечно, так называемый френдли файр. Пользуясь терминологией компьютерных игр, а в компьютерные игры, оно пришло из реальной жизни. Дружественный огонь это очень распространенное явление. Недавно я смотрел один исторический фильм, и там одного из ключевых генералов во время американской гражданской войны убили свои. Не разобрали, потому что форма была сходной. Так что френдли файр, это большая проблема на поле боя. И есть разные хитрые средства для того, чтобы отличать своих. Можно пользоваться просто скотчем. иногда в инфракрасном свете видны специальные фонарики, есть и другие средства, но всегда на поле боя пытались как-то обособить. Если раньше форма была, или, например, вот эти смешные шапки, смешные перья, так вот они не просто смешные и красивые, они еще позволяли определять, где на поле боя свои, а где на поле боя чужие. Снайпер у нас здесь находится в такой позиции, где кто-то может сказать, а это косяк, смотрите, он ничего не видит, потому что он перекрыл прицел с помощью вот такой вот тряпочки, не совсем тряпочки, это сетка, а через сетку прицел видит довольно хорошо, да, снижается количество получаемого света, картинка немножко затемняется, но свойства света таковы, да, как там, корпускулярно-волновая теория, свойства света таковы, что через сетку тоже видно, более того, даже на прицелах есть специальная сетка устройства, которая позволяет скрыть блики, она накручивается и если смотреть с углов, то даже двигая прицел, он вас не выйдет, не выдаст и не будет зайчика, который увидит, как во многих фильмах, да, так что это вполне реальная вещь и никакой не косяк. А вот тут показан дробовик, мне кажется, что это все-таки влияние компьютерной игры, дело в том, что я себе плохо представляю при ведении боевых действий использование дробовика, все что угодно конечно будешь использовать, виллы, если жизнь заставит, но мне кажется эффективность дробовика невысока, но те, кто играл в дум в свое время, помнят, что в дум, да, ребята, наверное, которые смотрят ролик, не знают, что такое дум, игра такая была раньше, да, я еще в контрстрайке, теперь не играю, так вот, все знают, что дробовик на ближней дистанции эффективен, а на дальней дистанции менее эффективен, чистая правда, так оно и есть, но у нас может применяться, например, пуля, и эффективность дробовика возрастет спокойно до 150 метров, но я думаю, что его добавили сюда потому, что в игре есть дробовик, и здесь ему нашли применение, но вообще как бы задача была действительно разнообразить все, чтобы оружие были разные, мы делали разные сборки максимальные, изначально мы вообще думали, что они будут сильно очень отличаться друг от друга, там хотели прям разное оружие, чтобы у каждого было, именно поэтому мы и сделали их, там у кого-то глушак, у кого-то ДТК, вот и прочее все. Чего греха таить, оружие это самодостаточный объект внимания, для людей вроде меня оружие представляет собой большой технический интерес, но не только, оно имеет свою выраженную эстетику, уверен, что многие меня поймут, и фильм показывает разнообразные вариации оружия и тюнинга, в игре они называются сборками, приятно собрать хотя бы и внутри игры именно тот ствол, который будет отвечать определенному назначению, а если ты еще и разбираешься в оружии, то этот процесс становится интересней на порядок. Кстати, у меня появилась мысль, что современный подросток из-за такой игры имеет знаний о видах оружия, его частях, о тюнинге, баллистике гораздо больше, чем я в их годы, хотя я и штудировал журналы и читал энциклопедии. В целом, Рейд очень хорошо передал эстетику огнестрельного оружия, в том числе и через звуки. И должен отметить, что в части стрелкового реквизита он превосходит 90% боевиков. Вот здесь показана работа крупнокалиберного пулемета и показана она просто классно, сочно. Мне прямо чувствуется через экран монитора мощь этого оружия. И в недавнем фильме, на котором был стрелковый обзор, 13 часов, кстати, посмотрите этот ролик, в конце будет ссылка. Так вот, если сравнивать сцены из одного и другого фильма, я скажу, что более реалистично, более качественно перед стрелкой показаны в фильме Рейд, побег из Таркова. Более интенсивно, более так натуралистично. Вообще, конечно, результат, конечно, он превзошел ожидания, потому что я уже видел, как там все вырисовывается и понимал, что когда все это склеится в единое целое, будет прикольно. А вот еще один комментарий из нашего обсуждения в Телеграме. Учитывая, что сами Таркова делаю, увлеченные практически оружейно-стрелковой темой, плюс наличие на съемках у Розенберга профессиональных консультантов, предполагаю, что все или подавляющее большинство нереалистичностей либо сюжетно необходимы, либо осознательно существуют для художественной выразительности кадра. В Детей Человеческом, помню, были отличные перестрелки, вайбовые такие прям. Понятно, подел, там Майкл Манновская, там схватка, да, там Жара, тоже, понятное дело, было референсом. Black Hawk Down тоже был референсом. В нашем следующем телеграммном голосовании вы подскажете какие-то еще фильмы, которые вам нравятся в части стрелкового оружия и крутых перестрелок, но пока на данный момент он смело входит в топ-3 самых классных сцен по стрельбе. Кстати говоря, о продолжении. Будет ли продолжение? Мы вообще-то воскресили Скифа, у нас стрим был 24-часовой, посвященный запуску сайта Арены. У нас ТВ Арена скоро выходит, то есть это еще одна дополнительная игра. То есть его притащили к ключевой каштике, раненого, он там вылечился. Мы прям позвали этого актера и прям сделали с ним вот это вот представление, так сказать. И это такой задел на будущее. То есть, в принципе, есть шанс, что мы это можем как-то продолжить, но я пока не знаю. Никита, большое тебе спасибо и за игру, и за такой классный фильм. Но на этом еще не все. Совсем скоро я поеду в Таиланд на чемпионат мира по ружью. Я поеду туда не в роли стрелка, и я хочу сделать несколько репортажей. Может быть, один, а может быть, если нашим зрителям они придутся по вкусу, может быть, еще и несколько. Наши стрелки из ружья одни из лучших в мире были. И в открытом классе классно выступали, занимая последние два чемпионата мира первые места. И классно себя показали и в стандарте, и особенно в помпе. Поэтому сейчас больше возможностей для иностранных стрелков выиграть медали на этом чемпионате. Несмотря на то, что российской сборной на этом чемпионате нет и неизвестно, когда будет, тем не менее, там собираются лучшие стрелки из ружья со всего света. Если вам интересен чемпионат мира и вообще стрельба, то я смогу вам рассказать о последних новостях оттуда. А вот теперь все и увидимся снова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok